В своей победе выпускник Любинской гимназии Игнат Лапанович не сомневался, когда математика и физика, любимые школьные предметы, любые испытания по плечу. А призер состязания Настя Альхименко видит себя в будущем химиком на строящемся Нежинском гурнобогатительном комбинате. Даже не думала, что до такой степени хорошо трудоустроюсь в том плане, что мне предоставят и дом, где я смогу жить, и уже стопроцентное место, где я смогу работать. Но в этом каждый ребенок, который поступает, может только мечтать. Кроме ценных подарков от Славкали, все участники Олимпиады получили настоящий билет в будущее. Тем, кто продолжит обучение в ВУЗе по горно-технологическому профилю, компания окажет поддержку. Видя выплаты ежемесячных грантов, бесплатного проживания в общежитии, помощи во время учебы и гарантированного трудоустройства по специальности. Мы первый раз проводим такую Олимпиаду. Я считаю, что она прошла вполне удачно. Важно то, что у нас есть планы по действительно достроить этот комбинат. И планы привлечь молодежь и молодой персонал для работы на новом современном комбинате. На котором будет установлено современное оборудование. То есть, де-факто, это даст возможность сегодняшним моим ученикам, завтрашним абитуриентам получить правильные специальности. И, может быть, сделать карьеру на новом предприятии. Олимпиада «Построим будущее вместе» проходила в формате онлайн-тестирования. Задание разработали преподаватели БНТУ. Основная цель – привлечь местную молодежь к трудоустройству на Нежинском ГОК. Как отмечают в одном из ведущих вузов страны, у подобных совместных проектов высокие шансы на успех. Специальность будущим студентам стоит выбирать с ориентацией на конкретное предприятие. Этот мировой опыт доказывает свою эффективность. Эти школьники, уже пообщавшись с работодателем, пообщавшись с коллективом педагогическим университета, они уже видят свою нужность, свою потребность и уже испытывают совсем другой подход и желание. Не только они, но и их родители. Уже в следующем году на Нежинском горно-обогатительном комбинате начнется активный набор персонала горно-технологического профиля. Славкалии уверены, подготовку сотрудников для предприятия стоит начинать именно со скамьи местных школ. Одна из них в знак успешного старта для долговременного сотрудничества получила в подарок от предприятия первую добытую калиную соль.